А сейчас о тех, кто обрек себя на адскую жизнь, чтобы иногда пытаться увидеть иллюзорный рай. Наркомания – болезнь, которая полностью разрушает жизнь человека, как снаружи, так и изнутри. Женщины, свернувшие на опасную дорожку, но решившие изменить свою жизнь, находят приют. В центре матери и ребенка жизнь одна. В этом году центру исполняется 7 лет. За это время специалисты центра помогли вернуться к нормальной жизни более 400 мамам. Сейчас здесь постоянно проживает 25 человек. Тему продолжит наш корреспондент. У каждой женщины, которая поступила в этот центр, есть своя история. Для Ольги это уже третья попытка справиться с пагубной зависимостью. Все началось еще в 90-е годы. Тогда Ольге было 14 лет. Первыми она попробовала тяжелые наркотики. 16 лет я уже сидела в тюрьме. В 18 я освободилась и, собственно говоря, продолжила тот же самый путь. Наверное, где-то к годам 21 я первый раз прошла программу, но не дошла ее до конца. Вернулась и опять продолжила то же самое. В 2010 году я еще раз попробовала. Опять-таки я не дошла до конца. Я долгое время не употребляла, но появился на горизонте муж, который, собственно говоря, предложил. И я начала заново. В проект «Жизнь одна» Ольга попала полтора месяца назад. Женщина решила измениться ради своей 9-летней дочери, которая проживает здесь вместе с ней. Мне уже почти 40 лет. Я устала ходить по кругу. И поэтому я приняла решение все-таки пройти этот путь до конца, чтобы мой ребенок был счастлив, чтобы она не видела больше этого всего. История Елены из города Обнинск, Калужской области, можно сказать, типичная для многих постоялец дома матери и ребенка. Сюда женщину на пятом месяце беременности привез ее дядя. Здесь она родила здоровую девочку Еву и прошла восстановление. До момента, как я попала сюда, казалось бы, да, всего лишь где-то около двух лет, полтора года я перешла на наркотик такой, как соль. Это очень сильный наркотик. И самое ужасное, что он популярен среди молодежи. Но он просто губит. Поборов пагубную зависимость и завершив восстановление, Лена решила остаться, чтобы помогать другим. Я понимала, что подсознание, что мне помогли, и что я обязана также помочь другому человеку. Потому что я благодарна тем людям, которые помогали мне. Потому что если бы не они, если бы не этот дом, о котором узнали, что он такой есть, ну, вероятность 99,9% того, что либо я была лишена своего ребенка, либо я вообще его не родила в своей жизни больше никогда, либо нас бы уже не существовало, ни меня, ни ребенка. Проводя экскурсию и рассказывая историю центра, его руководитель Анна Орлянская говорит, что женщинам оказывают медицинскую, юридическую и психологическую помощь, помогают восстановить документы. Каждый день в доме расписан по минутам. Здесь строгий распорядок дня. Каждый занят каким-либо делом. Подъем рано утром, занятия с психологом, уроки со своими детьми и бытовые заботы. Я считаю, что очень важна дисциплина. У нас есть четкий распорядок дня. Все расписано по времени. В 6 утра мы просыпаемся, и в 10 вечера у нас отбой. На протяжении всего дня у нас все расписано. Кто-то убирается, кто-то готовит, кто-то стирает, кто-то убирается на территории. В этом году мы планируем сделать наш огород, где мы тоже сможем, так сказать, в доброе русло направить свои силы. Чтобы пребывание в доме для женщин и их детей было комфортным, здесь создают условия тепла и уюта. Для этого Анна Орлянская ищет спонсоров и привлекает волонтеров. Основные позитивные изменения происходят в результате того, что сами мамы оказывают поддержку друг другу. являются главными вдохновителями для дальнейшей борьбы. Мы взяли 10-шаговую программу, которую мы изучаем, в которую входит 50 тем о отношении к себе, в отношении к социуму, к жизни, к семье, о самооценке. Мы настроили много сотрудничества с психологами, с различными учителями, тренерами. И уже создали, так скажем, свою программу. В дом матери и ребенка приезжают женщины из разных городов России. О нем узнают из социальных сетей или через обычное сарафанное радио. Дом матери и ребенка «Жизнь одна» находится по адресу Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Колесниково, улица Гвардейская, дом 21. Двери здесь открыты для всех, кому необходима помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова